Марине Нижегородовой всего 8 лет. Она учится во втором классе, школу номер 7, но в своем юном возрасте девочка уже пишет стихи, которые ее сверстники читают на творческих встречах. Я пишу стихи про природу, про людей. Я люблю природу и занятия людей. Читать свои юмористические стихотворения, а именно в таком жанре Марина предпочитает писать, она доверила ребятам из 7-й и 10-й школ, которые стали участниками детского времени, ежемесячного мероприятия, проводимого в историко-культурном центре и призванного повысить интерес подрастающего поколения к литературе. Когда я читала ее стихи, мне казалось, что это стихи не обычного ребенка, а стихи какого-то уже взрослого, профессионального поэта, у которого действительно есть талант к этому. У нее очень красивые стихи, которые мне очень нравятся. Вот бы еще все дети были такими талантливыми и все росли на таких хороших стихах и рассказах, которые написала Марина. Такого мнения о героине детского времени придерживаются не только ее одноклассники. Ребята из 10-й школы, которые мероприятие посетили впервые и Марину до этого не знали, также считают девочку очень талантливой. Некоторых она даже вдохновила на собственное творчество. После встречи мне захотелось самой писать, больше сочинять. Писать стихи девочка начала еще в 5 лет, но раскрыть талант и научиться быть яркой ей помогла ее учительница, которая считает, дети способны вдохновлять взрослых и прикладывает массу усилий, чтобы ребята не стеснялись быть собой. А в Марине она видит человека разностороннего. Девочка очень любящая учиться, девочка, которая очень любит читать и творить. Поэтому я думаю, что Марина нас еще удивит и не раз, и не только литературой, но и в старших классах какими-нибудь другими увлечениями своими. Несмотря на успешную творческую деятельность, в будущем Марина хочет быть палеонтологом, изучать останки древних животных и растений. Но мысль, что однажды она напишет на эту тему книгу, не отбрасывает. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.